Привлекательный, маленького размера, очень компактный, с нарядной белой шерстью. Вокруг головы оригинальная пушистая хризантема, с которой блестят затененные шерстью черные глаза. У взрослого вести над головой видны только кончики маленьких острых ушек. Нестоячие уши, ни короткий толстый хвостик в виде перевернутой морковки, никогда не купируются. Обратите внимание на интеллигентный, проницательный взгляд из-под нависших бровей и в то же время хитроватое, продувное выражение, присущее этой собаке. И вы поймете, что такой выразительной внешностью не обладает ни одна другая порога. Англичане считают, что эти собаки воплощение терьерности. В маленьком теле вести заключена огромная доля шотландского упорства, решительности и преданности. Врожденная сообразительность, способность самостоятельно принимать решения, выносливость, общительность, веселый нрав из чувства юмора, а также неординарная внешность помогали вести завоевывать сердца своих поклонников во все времена. Сегодня этот коммуникабельный и приспосабливающийся к любым условиям жизни пёс превратился во всеобщего любимца. Пест Хайлендов хорошо знают во всех уголках Западной Европы и США. Эксперты утверждают, что вести обладают всеми лучшими качествами терьеров, не переняв от них никаких плохих. Размер вести 25-28 сантиметров в холке удобен во всех отношениях. Определение собак и компаньон подразумевает, что их можно везде брать с собой. Висхайленды очень любопытны и обожают путешествовать на любые расстояния. Для многих людей немаловажно, что взрослых собак такого размера пускают в салон самолета. К тому же и автомобиль, и поезд, и самолет прекрасно переносят даже маленькие щенки. Куда бы вы ни ехали, в другую страну или просто за город, вести будет очень рад сопровождать вас в любой поездке. С вести действительно нет никаких проблем. Обладая отменным здоровьем, этот терьер живет в среднем до 15 лет и более, а его оптимизм и жизнелюбие непременно передадутся и вам. Главное качество этой удивительной собаке – удобство содержания. Именно в этом заключается секрет популярности порога. Они всегда и всем довольны. Этот ласковый, очень дружелюбный, на редкость неприхотливый пес, счастлив рядом с вами, и ему в любом случае будет комфортно. Гуляете ли вы с ним весь день или способны только на короткую вылазку из дома? Живете ли вы в малогабаритной городской квартире или в частном особняке? В еде весткайленды не капризны. Редко страдают отсутствием аппетита, но никогда не бывают обженными. Еще одно положительное качество. Владельцы вести редко слышат лай своего любимца. Уравновешивание, спокойный характер и самодостаточность не позволяют ему лаять попусту. Это утверждение остается верным, даже если вы держите не одну, а сразу несколько собак. Но если вести решил что-то сказать, то кажется, что лает крупная собака, такой низкий и громкий у него голос. Практически нелиняющая шутка вести настолько плотная и густая, что не нуждается в специальной защите ни в какие морозы. Конечно, в сырую и слякотную погоду, поздней осенью или ранней весной, грязнится и намокает шерсть не только белого, но и любого другого окраса. На этот сезон можно приобрести для собачки модный комбинезон или подарить любимцу, связанный своими руками с ними. Вообще, одевать собаку – особенное удовольствие, так как смотрится необычно. КОНЕЦ КОНЕЦ В вести потрясает сочетание огромного запаса жизненной энергии и бодрости при весьма умеренной потребности в физической нагрузке. Этот пес может спать хоть до полудня, не тревожить хозяина, и та же собака будет без устали сопровождать вас в продолжительной загородной экскурсии. Для них не бывает плохой погоды. Зимой они обожают купаться в снегу, а в другое время с удовольствием нырнут в любой подходящий водоем. Прогулки с ним доставят вам много радости, но знайте, вы всегда будете в центре внимания, показываясь с ним на улице. Когда люди видят играющих вести, которые прыгают в траве, как маленькие белые мячики, или с выражением абсолютного счастья на азарной мордочке, прижав уши и сделав хвост колбаской, носятся восьмерками, у всех повышается настроение, и никто не может удержаться от улыбки, глядя на эту веселую компанию. Вести легко обучаются всяким трюкам. Прекрасно подходит для мини-аджили. Вести легко обучаются. Если вы не любитель активного отдыха, или на улице идет дождь, собаку с удовольствием останется дома, и способна весь день проваляться на диване, развлекая домочадцев и принимая уморительные позы. Они просто счастливы, когда все члены семьи в сборе, и могут часами играть с детьми, или лежать рядом с вами у телевизора. Эти ласковые, но никогда не назойливые собаки, могут стать лучшей терапией. С появлением живого и любопытного щенка дом наполняется теплом и радостью. Это можно сказать и о щенках других пород. Но другие собаки вырастают и становятся солидными, перестают играть, а в Искайленде до глубокой старости остаются активными и очень веселыми. Белоснежная собака в доме положительно влияет на психологический климат. Это яркое пятно света даст вам ощущение покоя. Треск дров в камине, и рядом уютно расположился маленький белый Искайленд. Что еще нужно для счастья? У Вести есть свои собственные, оригинальные способы показать свою любовь и привязанность к человеку, мгновенно рассмешить и поднять ваше настроение. Вам грустно? Этот хитрый пес почти по-человечески тихонько вздохнет пару раз и пойдет разыскивать, что бы такое подарить любимому хозяину. Свою игрушку или еще какой-нибудь презент. Сами не заметите, что уже смеетесь, наблюдая за этой забавной собакой. У Вести сильно развита мюнника. Почти все они умеют ослепительно улыбаться. Вести обожают спать на спине, доверчиво подставив вам свой лохматый животик. Другие забавные позы из арсенала этих маленьких проказников Суслик и Вестенок табака. Суслик и Вестенок табака. Чувство юмора, непосредственность и смышленность помогают Вести завоевать расположение самых разных людей. Вот что пишет о них Рукфайрте в своей книге Вести от головы до хвоста. Характер Вести мягкий, нежный и верный, но он вовсе не подхалим. У Вести большое чувство собственного достоинства. Качество, которое больше всего внушает любовь к нему. Его искрометный и игривый характер, крепкое сложение и небольшой размер делают его прекрасным партнером для детей. Женщинам нравится простота ухода, отсутствие запаха, забавный внешний вид и его необычайный шарф. Его смелость и мужество делают его так же и собакой для мужчины. Вести очень сообразительные, обучаются очень быстро. Если вы имеете Вести, то вам не нужна большая собака, потому что Вести считает, что он и есть большая собака. Он прекрасная комбинация домашнего стража и кошечки. В книге «Ваша собака» Джон Палмер дает такую характеристику порога. Задорная, крепкая маленькая собака, прекрасно ладит с другими животными и детьми. В общем, идеальная собака для семьи. И констатирую, никаких сложностей и недостатков не отмечено. Вести хороши не только в качестве домашних любимцев, это так же и собака для шоу. Во время выставок они привлекают к себе всеобщее внимание. И очень часто именно этот терьер становится победителем группы или всей выставки. Легендарный Эшгейт Коннол четыре раза становился чемпионом мира и около сорока раз победителем конкурса «Бест-энд-шоу». Дважды Вест-Хайленда были победителями крупнейшего шоу, на которое в наши дни записано до 25 тысяч собак. Крафт-дох-шоу в Англии. В 1976 году из 10 тысяч участников этой выставки лучшим стал Дайнзус Беттонс. А в 1990 году этот год был еще знаменит тем, что отмечался 100-летний юбилей Крафта. Звание лучшей собаки выставки получил Олок Мун Пайлот, оставивший после себя много прекрасных собак, которые до сих пор являются лидерами рингов по всему миру. Субтитры создавал DimaTorzok Олок Мун Пайлот Слово «терьеры», а именно так называется группа, которая относится к породам, происходит от латинского «terra» – земля. Еще в начале нашей эры легионеры Юлия Цезаря, завоевавшие Британские острова, встречали там небольших охотничьих собак, которые охотились на грузунов и мелких хищников и могли преследовать свою жертву под землей. Они называли этих собак «террарией», а позже возникло английское именование этой грузы. Сегодня в мире более 30 порог-терьеров, большинство из которых выведено в Британию. Немало существует истории о ранних днях нашей пороги. И 400 лет назад король Англии Джеймс I приказал послать в подарок французскому королю полдюжины земляных собак из Алгершира, распорядившись при этом отправить их на двух разных кораблях, что указывает на особую ценность этих «терьеров». Исследователи порога указывают на несколько различных версий происхождения Вестхайлендов. «Терьеры Шотландии» выполняли всю работу.